Привет тебе, вы смотрящие это видео. Здесь и сейчас об использовании батареек. Принесли мне вот такое устройство посмотреть. Что-то, говорит, не работает, не включается. Это метроном. Ну и там внутри три батарейки, говорит. Ну вот, работало, работало нормально. Потом что-то работать перестало. Ну и первым делом, конечно, решил измерить характеристики батареек. Итак, проведем измерение. Вот что показывает одна батарейка. Вот что показывает, сейчас посмотрим, вторая батарейка. Тоже полтора вольта, даже чуть больше. Вот что показывает третья батарейка. Она, кстати, даже по весу меньше. К сожалению, она сейчас показала одну, получается, не 0,5, а 0,05 вольта. То есть, 50 милливольт показала батарейка. Но буквально вчера полярность была вообще наоборот. То есть, стрелка отклонялась в обратную сторону. Это произошло из-за того, что вот эта батарейка некачественная. Емкость низкая. И будучи в одной цепи вот с этими батарейками, которые качеством получше, она просто переполюсовалась. Это повезло еще, что она не потекла. Нигде здесь нет подтеков. Может быть, потому что дата старая. Вот год нашел. 12-2026. То есть, по сроку годности батарейка еще нормальная. Может, поэтому и повезло, что она не потекла. Но по характеристикам она намного слабее, чем вот эти батарейки. Ну и отсюда вывод и рекомендация. Берете батарейки всегда из одной пачки. Одинакового производителя. Одинакового номинала. Примерно одинаковых характеристик. Понятно, что каждая из батареек все равно имеет разные характеристики. Но, тем не менее, из одной пачки они будут очень близкими. И маловероятно, что произойдет вот такое явление, когда батарейка просто вышла из строя, переполюсовалась. И, естественно, что устройство не работает. А что делать вот с этими батарейками? То есть, две батарейки, они нормальные, хорошие. Использовать их в устройстве, где... Ну, вот как вот этот образец, например, где три батарейки ставятся, их уже нельзя. Ни с какими. То есть, даже если будет точно такая же батарейка, все равно эти какое-то время работали, уже были установлены. У них все равно часть емкости потеряна, характеристики разные. Поэтому эти батарейки можно установить, коль скоро они хорошие. Кстати, можем посмотреть на режиме измерения тока. Режим измерения тока мы долго держать не можем контакта. Мы должны только быстро прикоснуться, чтобы понять, есть что-то или нет. Ну вот, то есть, прям большой рывок. Больше одного ампера они дают в импульсе. Вот. То есть, это хорошие, качественные батарейки. Но использовать их, соответственно, в устройстве, где будут три или четыре батарейки стоять, ну, нежелательно. Нежелательно. А лучше найти устройство, где нужны именно две батарейки. Таких устройств много, поэтому можете взять вот так вот две батарейки, поставить в какое-то устройство. Ну, либо в крайнем случае, если уж совсем жалко выкидывать, то поставить в устройство, ну, не критичное. Может быть, какая-то детская игрушка там, еще что-то. Ну, такой фонарик какой-нибудь дешевенький, где не будет страшно, если зальется, где не будет страшный выход из строя. А в таких вот ответственных конструкциях, когда вот музыкальный прибор, он постоянно работает. Ну, лучше не поскупиться, взять батарейки хорошие. Во-первых, хорошие. Во-вторых, одинаковые из одной пачки. И установить, и будет все работать. Ну, кстати, вот и проверим давайте. Естественно, нужно правильной полярностью все ставить. И включаем. Ну, вот. И вся проблема. Так что пользуйтесь хорошими батарейками правильным образом. Ну, и с вас подписка на канал, лайк и поделиться видео. Удачи, пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!